Друзья, вновь меняются маски Пал Маскарада. Мы возвращаемся в Италию в период 30-х годов 19-го столетия, когда царствует Гаэданна Деницетти. До появления триумфа Джузеппе Верди в середине 40-х, он лидер итальянской оберной школы. И не только итальянская, это мировое признание, это бриллианты, это самые яркие произведения в оберном искусстве. Опера «Дочь полка» достаточно редко ставится на нашей сцене. Скорее известны отдельные номера, и мы услышим сейчас исповедь солдата Тони. Он спал девушку, Марию, именно она, дочь полка. И к своим друзьям, солдатам, обращаются. «Помогите мне ее найти». Спас от падения пропасть и моментально влюбился. Девушка исчезла, и его усилия многократно. «Анэзуми! Помогите мне ее найти». И любовь его пылкой и страстно, и снова пальцем, пираментной, с уверенностью о том, что любовь восторжествует. Так и будет по сюжету, но пока мы услышим соло тенорового голоса прекрасным откровением. Это Тони. А далее опера «Трагедия». Она по сюжету напоминает Роману Джульетта Шекспира. Но события происходят в конце XVI века в Шотландии. Опера «Люмчия де ла Мермюр» была создана по произведению Вальтера Скотта «Намермюрская невеста». Трагедия произойдет в конце, но пока герои влюблены, это будет замечательная, чудесная музыка в дуэте «Люмчии» и «Сэра Эдгара Равинсмуда». «Люмчия де ла Мермюр» «Сэра Эдгара Равинсмуда» «Сэра Эдгара Равинсмуда» «Сэра Эдгара Равинсмуда» «Сэра Эдгара Равинсмуда» «Равинсмуда» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнал... Спасибо.